Девки писают, прикинь, они хотели поссать, но нас увидели и теряется. Ой-ой-ой, у нас вся машина в камерах. Вас еще и засняли. Ой, девочки, вы звезды Ютуба теперь. Всем привет, это канал OutSound, и у нас сегодня необычный обзор. Я сразу отвечу на вопрос, который у всех появился сейчас. Да, мы будем наваливать на этой машине, мы будем очень жестко на ней наваливать. Мы протестируем все ее прикольные фишки, функции. В общем, можете быть спокойны, я не из тех автоблогеров, которые будут полчаса ходить вокруг машины и сыпать фактами, которые 20 минут назад прочитали в Википедии. Мне дали этот автомобиль на два дня. Два дня я использовал его по назначению, потому что это АМГ с мотором 5,5 литра, с двумя турбинами, с офигенным звуком, с офигенным салоном. Уникален обзор тем, что на российском Ютубе, да в принципе можно сказать, что и на зарубежных толковых обзорах этого автомобиля еще никто не делал. Делали на предыдущую версию этого автомобиля ГЛАМГ-63, делал Давидыч, но обзором я бы это не называл, особо не наваливали, про машину ничего не рассказали. В общем, как и во всех обзорах Давидыча, вы получили информацию не об автомобиле, а о мировоззрении Давидыча, о том, как он борется со своими комплексами и так далее. А ладно, Давидыча чуть затроллил, можно начинать обзор. Это у нас рестайлинг ГЛА. У ГЛА было два поколения. Ничего кардинально не поменялось. У нас тут более красивая оптика, крылья, капот и так далее. Но АМГ-версия кардинально отличается от обычного ГЛС. Тут стоит совершенно другая тормозная система, подвеска, коробка, двигатель, выхлопная система. Все это другое и собирается именно на АМГ. Мотор собран вручную, как и все моторы АМГ. На нем есть роспись человека, который его собирал. Внешний автомобиль очень спорный. Много кто докопается, да, там, после таких дизайнов, как на X6, на GLE, на рейдж-роверах. В принципе, автомобиль смотрится, ну, ничего особенного. Давайте закончим скучную часть и поедем прокатимся, наверное. После чего я покажу вам функции этого автомобиля. Расскажу про аудиосистему. Скучная часть. Это багажник. Это то, что нужно показать в обзоре. В багажник не помещается ни хрена. Его здесь нет, пока вы не нажимаете вот эти две кнопки. Тогда у нас автоматически складываются задние спинки. Вот эту шторку можно перевесить вперед. И у нас получается пятиместный автомобиль с громадным багажником. Так же быстро и красиво эти спинки выезжают обратно. Третий ряд сидений. Там помещается два человека. И вчера мы его протестировали. Я не снимал, к сожалению, это на видео. Посадили мы туда парня ростом метр девяносто восемь. Не сказать, что ему было комфортно, но перемещаться он мог в этом автомобиле. Дальше. Здесь надо восхищаться, как все автоблогеры. Какой интерьер. Про гриле аудиосистемы я расскажу позже. Но в принципе вас все это не интересует, потому что вы хотите скорее его завести. Если мы сейчас его заведем, мы не услышим того кайфа, который происходит, когда вы заводите холодный автомобиль. Звук, с которым заводится и после начинает прогреваться этот автомобиль, когда он холодный, напоминает разбуженного зверя. И тише становится сразу. Успокаивается. Типа все, ребята, я готов. Сейчас прокатимся в комфортном режиме. В комфортном режиме у нас клиренс чуть повышенный. Машина находится не в минус первом положении, а в стандартном, в нулевом. Всего три положения. В минус один, плюс один, ноль. Выхлопная система работает тише. Ну и, соответственно, двигатели коробка настроены на более низкие обороты. Нету таких подрывов. Но вот это ничего особенного. Ну, уже очень круто. Можно уже обалдеть. И там люди непривыкшие, конечно, говорят, вот это звук, вот это динамика, вот это все. Но это, как бы, как сказать, демоверсия. Если мы переключаемся в режим спорт плюс сразу, она пытается поехать. И как будто бы мне такая уже, ну что ты тупишь, давай нажми, нажми. И вот потом начинаешь сжать. На переключении передач происходит просто нереально крутой взрыв в трубы. И потом еще на переключениях ниже. Звук просто божественный. Слушать можно, вот ездить целый день, просто слушать звук выхлопа. Посмотри, как сделали классно, да, пешеходный переход? Чтобы пропустить людей, надо встать прямо на перекрестке. Россия. Да. Так, ты там готов? Стабилизируй стабилизатор. 50, 100, и автобус. Я бы сказал, у нас полная уверенность, потому что хорошие тормоза. Но тормоза здесь, ну и не хочется их ругать. Они не то, чтобы не хорошие, они чуть-чуть не соответствуют этому мотору. Вес, чувствуется вес, когда нажимаешь на тормоз, чувствуется, что их можно перегреть. Поэтому вот на трассе мы вчера катались. Я тормозил очень аккуратно. Ну нет такой вот суперуверенности, как во всем остальном. Рулежка здесь для вот такой вот громадины нереальное. Ощущение, что ты едешь в джипе, нет вообще. Вот у меня такое ощущение, что еду там в каком-то Е-классе. Вот, по поводу дрифта. Шутили мы долго. Это бредятина, конечно, пускать внедорожник в дрифт. Но у нас есть кнопка отключения стабилизации. Я сразу скажу, троллям это не дрифт. Сейчас японцы понабегут. Мы просто сейчас делаем глупую вещь. Мы пытаемся сорвать в занос громадный, очень тяжелый внедорожник. И меня вот спрашивали уже несколько человек, а не боишься ли ты перевернуться? Ты тоже, Жор, да, спрашивал, по-моему? Отвечаю вам, пи***, как боюсь. Но машина на самом деле вот в заносе ведет себя вот с выключенной системой стабилизации. А очень даже, как это сказать, ну, уверенно. Вот у нас пошел занос. Если у нас задняя ось начинает переднюю обгонять, мы буквально чуть-чуть добавляем рулем и выправляем на траекторию машину сразу. Как играешь в PlayStation? Просто, просто-просто. Я не знаю даже, как сказать. Ну, а мы дрифтим сейчас на внедорожниках. Вот сейчас мы едем с небольшим, конечно, но углом. У нас, короче, стабилизация, да, умерла. А ты мужика на Таурэге не снял? Посмотри, его полные печали солнечные очки. Посмотри. Он, наверное, думает, как? Как ты на этой херне едешь боком? Ну, представляете, что такое на Таурэге так по кругу? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, в городе раскрыть этот автомобиль не получается. Такое ощущение, что находишься в каких-то рамках. Поэтому мы выехали на трассу. Перед тем, как показать динамику, давайте проверим активный круиз-контроль. Обалденная просто штука. Сейчас перед нами едет автомобиль. Мы отпускаем его на нужную нам дистанцию. Поворачиваем рычажок круиз-контроля. Он зажег руль зелененьким. И переключился полностью в автопилот. Сейчас машина должна управлять сама. И поворачивать, и нажимать газ в тормоз. То есть, если машина будет от нас уезжать, она будет газовать. Если машина будет тормозить, мы тоже остановимся. Вплоть до полной остановки. Она просит вернуть руки на руль. Если не помогать ей, не подрулить, если она будет видеть, что возможно уснули или отвлеклись, она будет требовать вернуть руки на руль. То есть, все равно подруливать нужно. Но, однако, она рулит сама. Если этого не сделать, автомобиль включит аварийку и просто плавно сам остановится в том же ряду. Думая, что вы уснули или залипли в инстаграме. Это будущее, ребята. Машина едет сама. Я не трогаю ни педали, ни руль. Если бы они вот эту паранойю с рулем еще с руками убрали, можно было бы вообще полностью откинуться, убрать ноги отовсюду и руки, и кайфовать. Что впечатляет еще больше? Это динамика. Давайте ее попробуем. Сейчас мы едем в режиме спорт. Переключаемся в спорт плюс. Машина запела погромче. Отзывается на педаль просто с какой-то нереальной паранойей. Чуть-чуть добавляешь и у тебя дергает, да? Ничего как. Вот. Покажем сейчас чуть позже с нуля. Сейчас мы едем 100. Покажи спидом. Это были такое ощущение, когда едем. Да, она скорость вообще не чувствует. Этот автомобиль, я не знаю, как его конструировали, но я в джипе никогда так не ездил. Обычно наоборот. Ты сидишь высоко, и ощущение скорости сильнее. То есть чем ниже ты сидишь, всегда тем скорость меньше ощущается. В этом же автомобиле такого нет. Так, со 100. 150. 200. 230. Ну, давайте больше не будем. Не потому что я обосрался, и даже не потому что обосрался Жорик, а потому что мы не знаем, что с камерой, которая у нас на крыше, да? Отпора проверить сигнал. Есть. Да, снимает? Вот, в данный момент мы двигаемся со скоростью 170. Это просто что-то. Вот это действительно впечатляет. Я не держусь даже за руль. Никакого намека на дискомфорт. Вот бочки сейчас у нас будут. Вообще шикарно. Расстраивают мошки. Вот это количество трупов мошек на лобовом стекле, оно моментально появилось. Только что у нас было чистое лобовое стекло. И сразу все едут медленно. И вот никакого волнения. Обычно, когда набираешь такую скорость, как-то переживаешь, как-то нервничаешь. Ну, тут ничего похожего нет. Единственное, что сейчас мотор работает. Как-то громковато. 3000 оборотов. Можем переключить в спорт или даже в комфорт. И у нас в салоне теперь как бы в каком-то бизнес-седании. На самом деле, очень тихо. Шума ветра практически не слышно. Ну, шумоизоляция, правда, на достаточно серьезном уровне. Руль мне постоянно сигнализирует, если я наезжаю на полосу вибрации. И также он меня не пустит на обочину. По идее. Если я на нее наезжаю, сейчас проверим. Я не знаю, при каких обстоятельствах он это делает. Но он должен запаниковать. Да, и он сам меня возвращает обратно в полосу. Видите, я сейчас дамлю чуть-чуть руль вправо. Он сейчас обратно меня вернул. То есть, не получится у вас улететь на обочину, там задумавшись или заснув. Он это понимает и предотвращает страшное. Аудиосистему мы сделаем обзор чуть позже, когда приедем в Ростов. Лёше, Керамик Про. Там нам любезно сегодня предоставили хорошо освещенное место. Мы там поснимаем интерьер. Я расскажу про функции. А пока, как вы и просите, мы сейчас переключимся в ручной режим переключения передач. Их тут целых два. Первый включается по нажатию лепестка подрулевого. Вверх или вниз. Второй вот этой кнопкой. Она включает полностью механический режим и не будет переключать передачи. Даже если вы переборщили с оборотами или надо переключить передачу вниз, она будет всегда оставаться в той же самой передаче. То есть, это полная механика, полный контроль. Давайте начнем с лепестков. Вот сейчас у нас пятая передача. Две с половиной. Четвертая. Пятая. Мотором тормозит машина идеально. То есть, вот такого нету жижи. Такой в некоторых автомобилях вы дергаете передачу вниз. Она просто заревела. Но ничего не происходит. Здесь происходит торможение двигателем. Это супер приятное ощущение. Для того, чтобы максимально передать звук двигателя, для звука выхлопа. Мы сейчас переключимся в ручное переключение передач. Ноль. Сейчас отпускаем пару машин. Так, первое. Не умею. Привыкать надо. Ну, сразу всех догнали. Почти 200 набрали. Мне всегда, вот когда я смотрел Давидыча обзоры, было интересно, действительно ли есть такое ощущение, когда ты едешь на супердорогой тачке. Действительно ли хочется показывать всем факи, кому-то что-то доказывать. Вот это вот, знаете, ударь крыло, продашь квартиру. Вообще ничего похожего нет. Это не зависит от автомобиля. Это зависит от человека внутри. У меня сейчас ощущение вот комфорта, безопасности, спокойствия. Вот, смотри, БМВ. А, что они писают, смотри. А ты снимаешь? Там девки, что ли? Да, девки писают. Прикинь, они хотели поссать, но нас увидели и теряются. Ой-ой-ой, у нас вся машина, блядь, в камерах. Вас еще и засняли. Ой, девочки, вы звезды Ютуба теперь. А они уже пописали или собирают? Они, наверное, только собирались, бедные, мы их пугнули. Под вечер мы заехали не в салон Мерседес, как вы могли тут подумать. А детейлинг-центр Керамик Пронт на Малиновского нам нужно тупо помнить мотор и поснимать в красивом месте, освещенном. Нам владелец Леша любезно предоставил это помещение. Он прячется за Мерседесом, не хочет, чтобы его снимали, но хочет, чтобы про Керамик Пронт обязательно сказали. На Малиновского детейлинг-центра ребята очень хорошо делают. Мишу можешь показать, Миша не стесняется. Миша, это именно тот человек, который Хаммер делал, детейлинг, абсолютно все, что вы видели с Хаммером, все изменения делал именно Миша. Теперь нужно рассказать, собственно, про фишки, которые можете увидеть внутри, показать немножко интерьер и, конечно, канал об автозвуке, нужно сказать пару слов об аудиосистеме. Давайте с нее и начнем. Аудиосистема здесь установлена топовая, Bang & Olufsen, и как ее позиционирует Bang & Olufsen, это high-end. Однако по внешнему виду все безупречно. Грили выполнены из алюминия, с лазерной гравировкой, и это на самом деле произведение искусства. Если не смотреть на пищалки, пищалки это вообще что-то с чем-то. Они выглядят необычно, они выглядят очень дорого и красиво, они подсвечены. И здесь используется технология Bang & Olufsen фирменная, которая называется акустическая линза. Ветер играет вверх, и звук рассеивается, вот эту вот акустическую линзу, такую пулю направленную вниз, на 180 градусов. Справедливо будет заметить, что это, наверное, лучшая аудиосистема из штатных, что я слушал. Ну, конечно, до кастомных она не дотягивает, но, я не знаю, 99% от слушателей она удовлетворит. Про интерьер долго говорить не буду, есть здесь минусы, есть плюсы. Минусы, это еще не обновленная центральная консоль, она от ГЛ здесь осталась. Однако, руль, приборная панель, монитор и некоторые элементы декора здесь уже новые и смотрятся на самом деле очень круто. Вот этот вот телевизор, я его собирался троллить, в принципе, я немножко поменял свое мнение после того, как немного им попользовался. Но троллить все равно есть что. Очень-очень спорный дизайн, очень много людей обращают на это внимание. Кто-то говорит, что как iPad сюда поставили, кто-то говорит, что регистратор очень большой. Однако, они сделали вот эту окантовку, она теперь не похожа на какой-то китайский пластик, она уже, она выглядит богаче. Здесь больше экран, она работает очень круто. В C-шке она притормаживает, все это будет у нас в обзоре C-класса. А здесь никакого дискомфорта нет. Откликается быстрее и сделано все на самом деле добротно. Очень хорошее разрешение, очень хорошая цветопередача. Сидения регулируются и включаются их доп. функции полностью с компьютера. Мы можем отрегулировать положение боковых спинок, сделать зажим сильнее, слабее. Мы можем отрегулировать поясничную зону, причем для этого у нас есть еще и тач. Мы можем сделать это более плавно, то есть мы регулируем, где валик будет находиться и на какое расстояние он будет выдвигаться. Также подушка сидения, у меня сразу вызвало вопрос, потому что она не отделена от сидения. То есть я привык, там вот на BMW в дорогих комплектациях, эта подушка выдвигается, электронная или механическая, она отделена от сидения. Здесь же этот валик спрятан внутри сидения, сидение просто удлиняется. Мы можем здесь выбрать 10 положений. И это на самом деле очень круто, очень здорово выглядит. И нет вот этой ложбинки, куда мусор постоянно скатывается. Также отсюда вы можете зайти в Dynamic Select. Что она делает? У нас здесь есть положение Comfort, Sport, Sport Plus. Ну и тут зима, скользко оно тут называется. И есть Individual. Мы можем выставить Individual под себя, можем выставить жесткость подвески, как ведет себя мотор, как ведет себя коробка. Руль, к сожалению, здесь не регулируется, он всегда в одном положении. Вот у меня в C-шке можно выставить еще насколько информативный будет руль, что мне не понравилось. Да, Мерседес почему-то до сих пор не может сделать нормальный голосовой помощник. Он здесь на английском. Help. Я, может быть, не буду, надо выбрать язык, но все на русском. И я вот поэтому даже не хочу с ней воевать. По-прежнему очень неудобное для меня меню. У BMW лучше. Оно эргономичнее, оно понятнее, оно удобнее. Здесь очень плохо сделаны меню под меню. То есть огромное количество каких-то пунктов куда-то зайти, перезайти. Конечно, удобнее, если это делается списком. Заходите в список, дальше список выпадает. Вот здесь не совсем логично. Но привыкаешь, это вот в начале при знакомстве с автомобилем, потом к этому привыкаешь. В принципе, ничего ужасного. При нажатии звездочки у нас вылезает меню «Избрано». И сюда мы можем добавить любой пункт меню для быстрого доступа. Это как бы они реабилитируются так. На самом деле это упрощает задачу. Здесь мы можем наиболее востребованные вещи поставить. И ими пользоваться очень быстро, когда нам это нужно. Я вот сегодня, например, сюда заходил, постоянно камеру 360 включал. Вот просто супер обалденная вещь. Когда едешь передом, не видишь, проходишь ты или не проходишь. Или посмотреть, кочка есть. Или бордюр, где камера 360 полностью показывает вам автомобиль сверху. И вы видите все окружение. Не как парктроник, да, приближение. А вы видите именно живую картинку. Надеюсь, обзор вам понравился. Сейчас надо сказать пару слов в завершении. Но ребята очень сильно заняты процессом съемки красивых кадров. Поэтому я сам себя поснимаю. Но вот это очень дорогую аппаратуру. Очень было приятно поснимать этот Мерседес. Очень было приятно мне покататься. Огромное спасибо «Ключавто» Стасу лично. Евгению Сергеевичу. То, что предоставили такой автомобиль. Я надеюсь, это не последний автомобиль, который они предоставили. Я хочу еще покататься. Я на всем еще хочу покататься. У меня целый список я готов предоставить. Вам тоже, если интересно, пишите, какие машины вам интересно было бы посмотреть. Подводя итог, что это за автомобиль и для кого он. Понятно, что он безумно дорогой. И позволить его себе смогут не все люди. Но вот я не привязывал бы его к возрасту. Этот автомобиль действительно для людей, которые хотят мотоцикл, автобус, джип и мерседес в одном кузове. Ну и которые, конечно, могут себе его позволить. Также очень нам помог Леша из «Керамик Промо». Вот где мы сегодня снимаем? Он сам сниматься почему-то не хочет, да? Не снимать тебя, да? Ну все ссылочки в описании будут. Перейдите тоже, отблагодарите. Люди предоставили помещение. Машину в порядок привели. Большое им спасибо. Вы также посмотрели обзоры. Если вам понравилось, не будьте уродами. Подпишитесь, подпишитесь. Леша там вообще очень крутые тачки, он показывает в Инстаграме. Ну и пацаны из «Мэтхауса». Я надеюсь, не последний раз мы с ними снимаем. Качество обзоров, я надеюсь, у нас будет улучшаться в дальнейшем. Если понравилось, не забывайте сделать лайк, репост. Узнаете там, что вам делать. И также не забывайте писать комментарии, чтобы вы улучшили, что вам понравилось, что было хорошо, что было плохо. Но только, конечно, все это делайте культурно. Некультурные у нас будут планиться очень быстро. Все, это канал LoudSound. Всем пока. Живите громко. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Обзор автозвука Или автомобиля. А у нас почему-то дрифт в кадре получается. Сейчас будет красивый кадр, смотри. Я такой снимаю обзор Мерседеса, ГЛС, АМГ и тут БМВ. Спасибо, что запорол нам кадр. Поздоровался он. Ну а в данном случае у нас топовая версия, 63-я, с мотором. Это я уже говорил все. Добавил субтитры сделал DimaTorzok